Лаванду в прикоп ставлю. Вот так выглядит прикоп. Буду сейчас его проливать по наклонам. Закапываю до самого конца. Вот она сама лавандочка. Однолетняя. Так выглядит корешок. Сейчас я вам сюда покажу. Так наверное будет виднее. Примерно все вот такого размера. Саженцы есть. Чуть-чуть помельче. Есть покрупнее. Такие вот пышненькие хорошие. Вот такая. Вот она уже кстати начала давать побеги. Вот отсюда от корня предаточные. Вот обрастать побегами. Потому что была заглублена. Сажать лаванду нужно заглублением. То есть вот у вас вот такая вот, назовем ее корневая шея, когда вы сажаете вот посюда. То есть немножко заглубее. Вот эти вот части веточек тоже дадут корню у вас. В дальнейшем она разрастет с пышным кустом. А потом если нужно будет ее поделить, уже она немножко подрастет. Можно откопать и вот эти вот веточки обрезать уже с корешками. Отсадить отдельно. Будет у вас много кустиков лаванды. Посмотрите тоже. Идут маленькие уже веточки от корня. Сажать. У меня он сидел вот так примерно где-то, да? В земле. А сажать его надо высаживать заглублением. Чтобы вот так вот до суда была земля. Вот эта вся часть вместе с корнями, она должна быть под землей. И это еще от вымерзания зимой очень хорошо помогает вот такое вот заглубление. Если посадить вот до суда, вот эту вот шеечку оставить, это плохо. Она даже вымернуть может, если зима будет неблагополучная или вымокнуть. Поэтому лавандочку сажаем заглублением. Вот так вот саженцы. Буду сейчас дальше работать. У нас вот такие вот большие есть. Вот такие вот цветочки. Все перед тем, как ставить прикоп, нужно обрезать. Вот такой вот корешок. Вот такой. Ну вот они плюс-минус одинакового размера все нарастают. нарастают в один год. Такие вот хорошие, пышные.